Премьера сериала «Несломленная». Дата выхода, сериал стартует. 5 апреля 2021 года, телеканал «Россия-1». Сюжет. Известный шеф-повар и владелица сети ресторанов Анна Стрельцова в одночасье лишается всего из-за ложного обвинения в убийстве мужа Игоря. Суд приговаривает ее к восьми годам заключения. В тюрьме у нее рождается дочь Надежда, заботу о которой берет на себя Виктория, сестра Анны. Спустя четыре года героиня надеется на досрочное освобождение. Но когда Вика перестает выходить на связь, Анна решается на побег, не дождавшись решения комиссии. Дома Анна выясняет, что ее дочь Надя пропала, ресторанный бизнес давно продан главному конкуренту Григорию Шарову, а в ее квартире живут чужие люди. Чтобы найти своих близких и отыскать убийцу мужа, Анне придется пройти через сложные испытания, заново обрести веру в любовь и выяснить, кто же на самом деле ей друг, а кто – злейший враг. Сериал «Несломленная», содержание серии, обзор. Первая серия. Анна Стрельцова, профессиональный шеф-повар и владелица сети ресторанов, «Бухта», может назвать себя счастливой женщиной. У нее есть любимый муж, актер Игорь Неверов и любимое дело. Годовщину смерти отца Анна собирает на даче гостей. Ее давний друг и конкурент Григорий Шаров появляются в компании незнакомки. Девушка представляется Викторией Стрельцовой и заявляет, что она сестра Анны. Вторая серия. На романтическом свидании на Анну и Игоря нападают неизвестные. Анна приходит в себя после нападения и обнаруживает, что ее муж исчез. Она добирается на попутке до больницы, где у нее диагностируют сотрясение мозга. Несмотря на свое состояние, Стрельцова сбегает из палаты, чтобы обратиться в полицию и как можно быстрее начать поиски Игоря. Полицейские обследуют бухту, где было совершено нападение, и внезапно предъявляют Анне обвинение в убийстве мужа. Третья серия. Беременная Анна Стрельцова получает неожиданно суровый приговор 8 лет. В колонию она попадает в тяжелой депрессии. Теперь интеллигентной девушке придется учиться выживать на зоне. Анна боится до своего ребенка и старается избегать конфликтов с другими осужденными, но известность играет в СМИ злую шутку, ее дело получает широкую огласку. Четвертая серия. Сакамерница Сафарова жестоко мстит Анне. Стрельцова оказывается на грани смерти. Чтобы сохранить жизнь ей и ребенку, Анне делают срочную операцию. Свою новорожденную дочь она называет Надеждой. Но счастье и материнство длится недолго. Анне приходится принять тяжелое решение и расстаться с малышкой. Пятая серия. Вика перестает отвечать на звонки и не выходит на связь. Анна решает не дожидаться документов по досрочному освобождению и сбегает из-под надзора, чтобы увидеть дочь. Приехав домой, Анна первым делом пытается разыскать сестру. Но вскоре она узнает, что в ее квартире живут другие люди. Сеть ресторанов, которые она отписала сестре, давно продана, а ее дочь никто не видел. Шестая серия. Шаров прячет Анну у себя. Вместе они пытаются восстановить день, когда произошло убийство Игоря. Гриша предлагает составить фоторобот нападавших. Это нетрудно, ведь их лица Анна запомнила на всю жизнь. Шаров понимает, что уже видел этих людей и знает, где их искать. Седьмая серия. Люди, связанные с неверовым, подозрительным образом начинают погибать сразу после освобождения Стрельцовой. Анна подозревает, что она может стать следующей жертвой. Выясняются неожиданные подробности. Оказывается, Анна давно лишена родительских прав, а сестра, которой она доверила опеку над дочерью, написала отказ. Как это могло произойти, разобраться в этом деле Анне помогает подруга Лера, ее бывшая сакамерница. Восьмая серия. Неизвестные похищают Анну прямо на улице. С завязанными глазами ее привозят на встречу и предлагают сотрудничество. С одной стороны, она получает шанс доказать свою невиновность, с другой, ей ставят почти невыполнимые условия. Лера и Шаров организуют поиски. Они должны понять, кто стоит за этим похищением, а заодно и за всеми бедами Анны.